Проблема беженцев Квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции. Из этой квоты мы пока не приняли и половины, а в общей сложности покинули Эстонию на сегодняшний день уже 85 человек. Из них 79 уже превысили срок максимального пребывания за ее пределами, который равняется 90 дня. Министр внутренних дел Андрес Анвельт заявил сегодня, что никто беженцев разыскивать не собирается. По всей видимости, они могли уехать в Германию, так как там могут находиться их родственники, да и просто сограждане, на которых покинувшие Эстонию люди могут опереться. Но, разумеется, необходимо решить вопрос с пособиями, которые они могут получать, только проживая в Эстонии. Если они сюда возвращаются, тогда придется нам каждый случай раздельно посмотреть, будем мы ли им опять эту тему социальную защиту заново делать или как-то по-другому. Пока у нас этой практики нету, но я хочу сказать то, что у нас и нет запрета, чтобы им обеспечить опять вот это социальное обеспечение. Конечно, мы детей без школы не оставим или детского сада. Сегодня в парламенте также прошло первое чтение поправок к закону, который предусматривает возможность высылки беженцев, совершивших преступления против личности на территории Эстонии. На данный момент закон предусматривает высылку только в том случае, если совершено тяжкое преступление. Лидер консерваторов Март Хельме считает, что мы вообще не должны принимать беженцев, а тем более стараться вернуть их обратно. Конечно, нам надо смотреть в юг. Как мы знаем, латыши как раз приняли такое решение, что больше беженцев по квотам принимать они не собираются. Вот такую же позицию должны сейчас принимать эстонские власти, то есть правительство. Это во-первых. Во-вторых, те, которые покидали Эстонию, если мы вынудим им вернуться сюда, это уже, по-моему, не соответствует правам человека. Теперь у парламентариев есть чуть больше недели для того, чтобы предложить изменения к поправке. Дата второго слушания пока не назначена, но правозащитники уже выразили беспокойство по поводу изменений. На их взгляд, поправка даст возможность довольно вольного применения закона, и пока до конца не ясно, кто будет ответственен за квалификацию преступлений, совершенных беженцами. Дело в том, что один и тот же эпизод, например, драку, можно трактовать и как хулиганство, и как преступление против личности. Алексей Иванов, Агнесаус, Первый Балтийский канал.